В два с половиной раза может вырасти тариф на голубое топливо для конечных потребителей. В телепередаче глава админсовета Молдова Газа Вадим Чабан не исключил, что стоимость кубометра увеличится с 4.30 до 10 леев. Соответствующий запрос в НРЭ предприятие подаст уже в ближайшие дни, чтобы счета за ноябрь мы получили уже со скорректированными расценками. В то время, когда мы сказали, что нужно с мажором с чем-то 30%, в то время, что это было 6-6-6-7. Сейчас есть вопросы в других ситуациях, и, в респективе, 4-5, но не может, если вы скажете, что сейчас нет. Глава Молдова Газа говорит, что есть несколько вариантов корректировки тарифа, однако одна истина без вариантов. Расценки поднимутся для всех без исключения потребителей, хотя понятно, что последствия будут катастрофическими и для населения, и для экономики. В Афии, evident, ситуация не плакует перманент, когда крест тарифы, но требуется встреча с 5-6. В Афии тоже в Афии он шок, но даже поплатится сектору публик, а также в Афии экономии. С другой стороны, вице-премьер Андрей Спыну считает, что тарифы для потребителей необходимо скорректировать как можно скорее. Знаете, что Андрей имеет более длинный период, когда он может плакать этот тариф. Мы должны решить, в комиссии, что мы видим, что это возможно, чтобы его плакать больше времени, чтобы не получить дополнительные даты на претензии или на леверные газы для населения. Люди боятся думать о том, какая зима их ждет. Особенно пенсионеры, которые говорят, что просто останутся без средств к существованию на фоне роста цен. А почему? У меня 1800 пенсия, я имею откуда 1500 заплачу, а 300 лень буду ходить и усанду и буду просить помощи. Не знаю, как потяну, потому что пенсия маленькая и не хватит, конечно, на лекарства, и на газ, и на свет, и на все это вот. Не знаю, очень плохо. На самом деле у нас потребление газа как бы не увеличивалось, но если повысят цены, то, конечно, мы будем тратить больше. Ну, не знаю, насколько серьезно, насколько это выйдет ущербно для нашего бюджета семейного, но, конечно, плохо. Правительство пообещало разработать механизм поддержки потребителей в связи с ростом тарифов на голубое топливо, но для определенных категорий граждан. Люди ждут, когда правительство перейдет от слов к делу. Мы в долгах никогда не были. Как бы ни было трудно, но мы платили. Но, конечно, как с пенсионерами поступают и как сейчас платить, это ужасно. Если вот 2-3 тысячи индексации проходит тем, у кого 8, 10, 15, 20, им тоже надо индексировать. Поэтому, конечно, очень трудно. И от государства, собственно, только одни разговоры. А чтобы помочь именно. Я бывший медик-педагог и пенсия 2 тысячи и 100. И всегда дают помощь. Я надеюсь на помощь, обещали нам помощь. Ранее БКС предложил компенсировать потребление газа для всего населения за счет дифференцированного тарифа в зависимости от количества потребляемого газа. Спасибо.